здравствуйте дорогие друзья продолжаем недельную главу б.а. латха там есть такие очень интересные слова а сброд который был в среде народа возжелал там не будем дальше идти удивляется рабейнух рамбан он говорит что отчего не хватало людям ведь у них был ман они возжелали там рыбу кабачки что они еще там но у них был ман который вообще все лагомство в мире возможности при вкус его принимал но написано но держали не в душах злые страсти и так далее в книгах наших древних мудрецов пока поясняется что ман был духовной пищей он вот этой святостью он он облагораживал человека он делал его лучше но не сразу там за секунду и вот это и вот святостью действовал чтобы на отрицательные души и сброд вот этот он ощущал что душа становится пустой не было злого начала и это как ни странно людей сильно задевало больше то что они сказали теперь душа наша суха мы не едим ман с вами злое начало живет нас и тогда но и у нас есть от него лекарство написано сотворил злое начало и сотворил против него тору то есть это сказано нашими мудрецами то есть тора они передали слова бога тора оказывается это лекарство от всего что с нами может негативного произойти как бы это мягче сказать но улица сегодня до шагает направлении сброда она не только не обуздывает злое начало но и напротив сейчас целая культура пробуждает злое начало оскотинивается там разжигает страсти вчера в иерусалиме состоялся так называемый парад гордости это ведь катастрофа вдумайтесь в это в иерусалиме в святом городе городе бога какие-то происходят вещи которые вообще непостижимому если мы думаем что все это пройдет просто так мы когда мы видим какие-то войны мы видим ожесточенными это отчего ребят это 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 не потому что бог такое делать он он дал нам правила игры а мы сами их всех нарушаем поэтому сказано давайте не доходить до состояния когда и разгневался ашему очень в глазах это было злой маша так нельзя это описанное состояние мы что воевать с богом должны это безумие какое-то написал раббейну рамхаль что главное в существовании человека в этом мире исполнение заповеди служения богу и устойчивость в испытаниях каждый пусть сам подумает что что заповеди исполняет пусть сам подумает как служит богу сам подумает насчет испытаний мы должны знать что в каждом поколении написано свои испытания они постановлены свыше похоже мы не выдерживаем наши испытания и ситуация в мире вы сами видите какая что же делать казалось бы ситуация совсем плохая но выход тоже есть даже и сейчас вы хотите потому что бог оставил нам две важнейшие тайные силы в помощь во-первых раскаяние признание своей вины и второе молитва и на это это наши сильнейшие козли надо только ими воспользоваться это наше оружие в борьбе со злом но оружием чтобы хорошо владеть надо практиковаться вот нам дали оружие молитвы значит он каждый день тренироваться улучшать усилить понятно это его главное оружие человек человек иногда говорит разве я настолько велик что всевышний изменил за меня ход событий вполне вероятно ответ нет может быть наших заслуг недостаточно но что мы делаем с вами молитвах может быть только мышь у нас как это мягче сказать хитрые молитвы еще кроме того что мы обращаемся к создателю мы говорим что мы подчеркиваем наших молитвах происхождение мы говорим мы в заслугу каждый раз почему говорят молитву написано аврама и цхака и якова да потому что те кто были мудрые до нас они понимали что придет такое поколение которое молиться не умеет и тогда она будет гореть заслуга аврама и цхака и якова и так далее будучи детьми этих великих праведников мы просим ответить нашу молитву заслуга отцов они в нашу личную заслугу заслугу про отцов и сами по себе возможно мы не достойны ни здоровья не там хорошего заработка ни мира на земле ничего мы не достойны но мы просим о милосердии хотя бы потому что мы имеем таких про отцов и вот понимание когда человек понимает эту связь когда он его подчеркивает да то может оказаться очень интересная вещь что это дает нам такую огромную силу что влияние наших молитв гораздо более сильнее чем мы сами того заслуживаем и что сами думаем особенно в шаббат это волшебный день когда сила молитвы говорят мудрецы утраивается и мы можем в этот день вот шаббат который сейчас наступает взять и использовать его добавить немножко духовности добавить немножко в молитве добавить немножко в хороших делах где-то улыбнуться кому-то помочь с кем-то вместе лыхаем сделать чтобы вот это вот нечисть которая иногда проникает сейчас наш мир чтобы она немножко ослабла мы можем это особенно нужно наше очень как ох непростое время шаббат шалом всего самого лучшего и чтобы поменьше было зла на земле и чтобы мы с вами добавляли добро прохава слаха